Прошедшая неделя была богата на открытие различных выставок, экспозиций. Наконец-то стало известно, кто из молодых творческих жителей нашего города проведет этим летом 10 дней в Хагене. Завершилась смоленская часть международного конкурса «Молодое искусство». Определены два победителя и 12 лауреатов. Первый опыт оказался настолько удачным, что организаторы намерены сделать этот конкурс едва ли не ежегодным. За серию живописных работ награждается Татьяна Мельцова. Татьяна Мельцова – студентка третьего курса худграфа Смолгулу. В конкурс «Молодое искусство» попала с легкой руки своего преподавателя, известного смоленского художника Владимира Петькова. В последний день приема заявок отправила работы с прошлогоднего пленера. А о том, что стала победителем конкурса, узнала прямо здесь. Организаторы до последнего сохраняли интригу. «Пока еще осознаю, где-то в небесах. Просто захотелось поучаствовать в конкурсе, который уже на международном уровне. То есть, не важно, заметили ли бы мою работу или нет. Просто как бы для себя. Ну и, естественно, какая-то там была мысль о том, почему бы и нет, почему бы не попробовать. А вот, видите, получилось очень даже замечательно все». Второй победительницей «Молодого искусства» стала Полина Камягина. У девушки нет специального образования, да это и не важно. Участвовать в этом конкурсе мог любой творческий смоленин в возрасте от 18 до 25 лет. Полина прислала серию коллажей, техника выполнения которых озадачила даже членов жюри. «Сначала скажу про Татьяна, потому что живописная работа мне, конечно, судить проще. Проще, не то чтобы проще, мне более понятна вся технология и так далее, и так далее. То есть, какие-то тонкости. Мне сразу они понравились. То есть, я почувствовал за этими работами, как бы, ну, жизнь какую-то. То есть, я почувствовал художника. То есть, не просто изображение, картинка там более-менее приятно сделана, более-менее правильно. Вот, здесь как раз-таки я сразу увидел, что здесь можно судить не по тому, как правила выполнены, которых нам обучают, а по тому, как они нарушены. То есть, как бы, это действительно художник, это живопись и дай бог, чтобы это все продолжалось у нее. Вот, а что касается Полины, а здесь я вообще ничего не понял. Как это сделано, что фотография это или не фотография, что это, как это, и технология для меня непонятна. Вот, ну, какая-то магия в этом присутствует. Достойные работы. Достойные, да. Конкурс молодое искусство придумали художник-ювелир, глава творческого объединения «Артпроиск» Алексей Довгань и председатель общества «Круг друзей Смоленск-Хаген» Ханс Вернер Энгель. Он одновременно проводился в двух странах. В нашем городе для участия заявились 57 человек. Было прислано 260 работ. Никаких жанровых ограничений организатора не ставили. А потому в декабре, когда жюри приступало к голосованию, удивлялись разнообразию творений. Меня поразила, прежде всего, еще в декабре, разная жарная работа. Здесь и живописи, и графики, и фотография, и подход разнообразный. Кто-то мыслит светом, кто-то линией, кто-то декоративным пятном, кто-то через объектив фотоаппарата пытается свое отношение к миру сказать. Вот это очень приятно, что разнообразие. Кроме двух главных победителей, которые в конце августа на 10 дней отправятся в Хаген, 12 участников конкурса получили дипломы лауреатов. Всех их в апреле ждет большая совместная выставка в Смоленске с победителями конкурса «Молодое искусство» из Германии. Организаторы остались настолько довольны ходом проведения и откликом на это мероприятие, что пообещали проводить его как минимум раз в два года.